И так сложилось, непонятно каким образом, но оно... Вот я в последнее время живу и как-то обращаю на это внимание. Оно все складывается вот так, как складывается. И мы с этим ничего поделать не можем. У нас зона ответственности крайне малая. Вот она здесь и сейчас, ну и распространена немножко в пространстве. Здесь оно такое растяжимое, ну немного растяжимое. И сейчас оно такое тоже немножко растяжимое. Можно бы завтра что-нибудь запланировать. И мне опять же про Дальний Восток продолжаю рассказать. Там есть такой город на Дальнем Востоке. Называется он, тоже забыл я, маленький городок военный. Там вертолеты делают. Артем? Нет, не Артем. Как, ну забыл. А меня туда тоже приглашали как-то на фестиваль. Комсомольск на Амуре. На фестиваль. К Комсомольск на Амуре я не доехал. Благодаря вот этому Володе. Володя Ким оттуда. Он закрытый такой же, как и Желск был. Поэтому мы не знаем, как он называется. Он сейчас, вот он открытый, да, конечно. Ну там, военный городок. И Ванина? Да ладно? Вот мы сейчас будем угадывать. Нет, не Ванина. Артем не угадали. Я, простите меня, пожалуйста, я начал рассказывать и забыл. По фамилии какой-то на... На Ванину. Так Ванину. Да, это по имени. Это Ванину, это Ваня же, да. И Ванина. Вот. И Володя мне пишет. Говорит, слушай, там у вас пересадку где-то в начале будет делать такой прекрасный автор Петр Кошелев. Я не знаю, знаете ли вы такого автора. Я давно знаком с творчеством Петра Кошелева. Петр Кошелев, это взрослый совсем дядька. Очень взрослый. Он соратник, он с Саратова, с Саратова, он соратник и друг мною крайне любимого. Да и вами, я думаю, тоже Владимира Ландсберга. Владимир Ландсберг покойный нынче, а Кошелев, слава богу, живой. Он большой соратник и друг этого самого. Все время я забываю эту еврейскую фамилию. Очень банкир он. Кошелев банк, это его банк, я понимаю. Нет, нифига. Ты такой дядька, бессеребренник, на пенсии он. Я говорю, я на пенсии, я преподаю гитару. Ну вот я вот тоже преподаю гитару. Я не на пенсии, я однажды от пенсии от своей отказался. Ну, вообще-то я думаю, я еще и без пенсии проживу. Вот, и живу так себе без пенсии. То, что преподаю гитару и все. Ну и концерты играю. Который Дмитрий Диктор. Вот если вы помните, такой ансамбль был в Москве, Жаврак назывался. Они пели, ну это было, да, это было там начало 70-х, Средина. Вот. Вот, Дмитрий Диктор тоже, он, Диктор, кстати, я от Диктора первый раз услышал песни Кошелева. Кошелев пишет песни на чужие стихи. Он, вот, если вы первый раз его услышите, вы, наверное, почувствуете такое влияние Никитина. Немножко. Но Кошелев самобытный абсолютно автор. Очень много он пишет на стихи Тимура Кибирова. Очень хороший, старый-старый наш московский поэт Тимур Кибиров. И я написал, Петр, говорю, вы что, когда, он говорит, я еду по Уралу в тур, и в Ижевске буду пересаживаться в субботу 11-го числа. Я говорю, вы споете у нас? Он говорит, а что там? Я говорю, да у нас ничего. Вот, как бы, просто спойте, 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 если вы будете, давайте познакомимся. Он, видимо, поглядел, поспрашивал, кто я такой? И он пишет, ну, ладно, давай, не ты, давай, я приеду. И я опять же к вам обращаюсь. Приходите, вы, может, он даже по фестивалям не ездит, не ездит в последнее время. Он ездит вот по своим тусовкам, которые сформировались за жизнь, да, на свою. Он, а на фестивале, потому что на фестивалях такая серьезная, настоящая авторская песня сейчас, невостребованная. Я вот нынче иду по Грушинскому фестивалю, понимаю, блин. Вот молодых авторов очень много, они другие, но мне вот они не это самое, не канают. Ты снимаешь кого-то, да? Есть прекрасные молодые авторы. Есть, есть. Но их немного, и далеко не все из них приезжали нынче на Грушинский фестиваль. Ну и были хорошие. Все, я реабилитировался. Я про то, что Коршалев не бывает ни на Грушинском, ни на... Вот какие у нас большие фестивали еще? Там Рамонский родник, там... А может и бывает Рамонский родник рядом с ним. Какие еще большие фестивали? В МИАСе вот этот фестиваль, который делает Олег Митяев. Так вот, 11-го числа, это суббота, Петр Кошелев в лаунж-пространстве Винегрет. Я там ему поставлю звук, свет. Приходите, пожалуйста. Он просто отличный автор, очень интересный. Он мало того, что он про всех, про них порассказывает, про мэтров нам, с которыми он тусовался. Вот. И я вас очень жду. И я почему к вам именно обращаюсь? У меня есть публика, которая ходит на молодых авторов. Есть публика, которая ходит на ежевских авторов. Вам, как ценителям классической авторской песни, вам, как КСП «Колесо», они, наверное, не очень интересны. И я с этим... А вот эти два автора, иногородние, которых я везу, они интересны именно вам. Они работают абсолютно в традиции классической авторской песни. Мне такая песня интересна. А моему поколению такая песня очень редко бывает интересна. Я жду от вас поддержки. И я буду возить... Не то чтобы возить, а буду вот так вот... Выхватывать. Выхватывать, да. Потому что мимо нас едут люди. Они едут, и они не останавливаются у нас, не делают концерты только потому, что на них никто не ходит. Если мы будем все в язву, и в других местах поговорю, и порассказываю. И действительно, вот я делал в Доме архитектора, когда я концерты делал в Доме архитектора, там, конечно, да, и звук такой, и не сильно уютно. Вот. А теперь, пока у нас есть эта площадка, винегрет, сколько это продлится. Там хороший звук, такие удобные диваны. Все, кто приходит, вот я в прошлом году делал в Манго. В Манго было не так уютно. Все приходят и говорят, да, ну-то как бы уже не Манго. Я говорю, ну, и хорошо. И слава богу. Это уже винегрет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!